девчонки всем приветики карантин и наши непредвиденные выходные не повод отчаиваться это повод для того чтобы поработать и сделать то что мы не не можем себе позволить на протяжении работы с клиентами у нас постоянно на это не хватает времени постоянно нам некогда и давайте тогда определим что нам нужно сделать я уже на эту тему написала очень много постов и одно из них это просчеты просчитать какие именно показатели для нас очень важны потому что ресницы наращивание ресниц оформление бровей любые наши бьюти услуги которые казались для нас каким-то хобби превращается все равно в бизнес для того чтобы бизнес приносил не только нам удовольствие но и прибыль нужно понимать какие метрики какие именно критерии нам нужно учитывать и считать сегодня да я для вас выделила немного из них они написаны все за мной и давайте разберем такое всю клиентскую базу я призываю вас просто перевести все в цифру то есть перенести все в онлайн в любое приложение для того чтобы запись клиента у вас было очень удобно и велась вся в электронном виде мы ее перенесли в приложение дики-ди дики-ди онлайн для клиентов она платная и бесплатная есть и такая такая возможность но для вас это будет удобнее во первых делать все метрики любые срезы все что вы хотите вы это все сможете увидеть приложение все процедуры которые делал клиент у кого он был средние чеки все остальное вот то что сегодня я написала отдельно для вас это все делает приложение итак первое это количество клиентов общее количество клиентов количество клиентов которые были посещали вашу студию на протяжении 2-3 последних месяцев вы для себя этот критерий выбирайте сами количество пропавших посетителей к тех кто не посещали вас более трех месяцев и количество постоянных ваших клиентов которые постоянно ходят к вам на процедуры и приносят вам прибыль вот это вот точно чётко вы должны знать далее это средний чек почему это важно для того чтобы ваша прибыль увеличивалась вам нужно чтобы этот чек тоже рос это не обязательно могут быть услуги да это могут быть услуги например если вы делаете наращивание ресницы оформления бровей а ваш клиент у вас делает только одну процедуру вам нужно сделать так чтобы клиент купил у вас еще одну но в средний чек вы можете учитывать любые дополнительные продажи например пены для умывания туши для ресниц натуральных да если клиент снимает наращенные например вы ему можете дополнительно продать тушь для ресниц или если он делает ламинирование ему этого мало вы также можете продать ему кондиционер плюс тушь для ресниц плюс пену естественно это все увеличит вашу прибыль прекрасно я думаю да думаю что все мы к этому стремимся следующая метрика это посещаемость то есть сколько раз клиент посетил вас вернулся ли новый клиент как часто вы обзваниваете своих клиентов для того чтобы узнать понравилась ли ваша процедура хочет ли он записаться еще раз почему если нет что этому способствуется лучше всего чтобы это делал администратор студии не заинтересованное лицо потому что клиенты очень часто стесняются сказать мастер о том что мне в прошлый раз не понравилось или мне сделали не такие ресницы они быстро осыпались или краска на бровях стерлась очень быстро то есть много таких нюансов когда клиенту проще об этом сказать администратору не мастеру в глаза поэтому пусть это делает администратор или какая-то служба не заинтересованное лицо которые занимаются этим вопросом дальше расходы эта часть у вас каждый месяц может быть разная летом она может быть больше зимой она может быть меньше вам нужно отследить что входит в ваши расходы если вы уже смотрели мои видео на youtube канале там есть а содержание студии да эти расходы могут приумножаться и также они могут уменьшаться вот определите для себя сталые свои расходы те которые есть каждый месяц от них никуда не деться и те расходы которые происходят вспышками почему они происходят что вы покупаете как это бы отображается на вашем бизнесе от вот очень классную фразу я когда-то услышала что пока ваш бизнес не приносит никакого дохода такого который вам нужен никаких шторок никаких вазочек мы в студии не покупаем никакого декора только то что необходимо для работы и только тогда когда вы наладите свой поток клиентов вы можете увеличивать свои расходы и следующий пункт это обороты и прибыль они прямо зависят от наших расходов да если вы смотрели мои предыдущие видео в этом просчитали уже свою себестоимость просчитали расходы на студию и так вы можете прочитать свою прибыль вот эти метрики которые вы должны отслеживать каждый месяц и делать анализ обязательно и всегда работать с клиентской базы если вы хотите чтобы я рассказала вам о том как мы работаем со своей клиентской базы как мы делаем обзвон или что мы еще делаем для того чтобы увеличить ее пожалуйста оставляйте любые комментарии ставьте лайки и я для вас обязательно сниму это видео на сегодня все подписывайтесь на мой канал ждите следующего видео всем пока